Всем привет! Недавно увидела интересный аксессуар, который вдохновил меня. Мы сегодня его с вами вместе сошьем. Пойдем пошьем? Передняя стенка сумки состоит из подклада, наполнителя и лоскутного топа. Ручка у меня будет из эко-кожи. Я ее пришью посередине. Задняя стенка состоит из подклада, наполнителя и верхней ткани. Карман состоит из дублерина и подкладочной ткани. Сумочка у меня будет закрываться на молнию. Длина молнии у меня 23 см. Сшиваем детали лицевой стороны сумки. Припуск на всех деталях 1 см. Не обрезая нитку, сшиваем следующие детали. Сейчас мне эти все детали нужно проутюжить. Припуски разутюжить. Далее, вот эти сшитые детали я буду пришивать, нашивать на мой наполнитель. Для того, чтобы сразу и пришить, и простегать. Одновременно у меня будет идти отделочная строчка, и деталь пришьется к наполнителю. Здесь можно просто развернуться, сделать несколько стежков и в обратном направлении прошить. Таким образом я и простегала, и сделала отделочную строчку. И так далее я буду пришивать свои детали. Дальше, смотрите, я отвернула вот эту деталь направо. И также параллельные строчки буду прокладывать вдоль швов. Друзья, подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылочки оставлю в описании. А также подписывайтесь на телеграм-канал магазина Мир Шитя на Бауманской 32, чтобы знать все выгодные предложения. Отгибаю деталь вправо и делаю параллельные строчки. Друзья, у меня для вас, как всегда, есть промокод НИНА20, который действует в магазине Мир Шитя на Бауманской 32, а также на сайте Мир Шитя. Он дает 20% скидку на все материалы и аксессуары, кроме акционных, и 5% на швейную технику. Все ссылки оставим под этим видео. Лицевая часть у меня готова. Ее нужно сейчас проутежить, лишние срезать. Наполнитель у меня клеевой, поэтому детали у меня сейчас приклеятся к наполнителю и будут держать форму. Далее я проклею карман. Для этого дублерин накладываю на изнаночную сторону карманной детали и проутеживаю. А также я проклею обратную сторону сумки, приклею на клеевой наполнитель. Обратную сторону сумочки я проклеила. Сейчас мне нужно пролиновать для того, чтобы простегать. Я сделаю стартовую линию в одном направлении и перпендикулярную в другом направлении. Я установила кромконаправитель. По нему я буду ориентироваться делать квадратики 3х3 см. Сейчас я проложу стартовую линию по прямой. Отмеряю 3 см. От центральной части лапки до кромконаправителя. Как раз у меня 3 см и получилось. Далее смотрите. Кромконаправитель. Я прикладываю к предыдущей строчке. Опускаю лапку и шью. Кромконаправитель у меня идет ровно по предыдущей строчке. Так стегает все полотно. По QR-коду на экране вы можете поддержать мой канал любой суммой. Я буду очень благодарна вам. Смотрите, я все простегала. Такое стеганое полотно у меня получилось. Сейчас буду пришивать карман. Карман я проклеила дублерином. Складываю его пополам. Прошиваю по периметру. Оставляя отверстие для выворачивания. Далее карман. Смотрите, я сейчас подрежу уголочки, чтобы вывернуть. Расправляю все углы. На расстоянии 2 мм я прокладываю строчку по всему периметру. Карман готов. Сейчас я его буду пришивать к лицевой стороне подклада. На подкладе отмечаем середину. Делаю мелкую отметочку. Также делаем на кармане отметки. Отмечаем середину. Совмещаем с подкладкой с отметкой. Закалываю булавками и прокладываю строчку. Пришиваю подкладом. Все, карман пришит. К концу молнии я сейчас пришью полоски ткани на 1 см от края. Пришиваю со стороны зубчиков. Для того, чтобы не попасть иголкой в сами зубчики. Смотрите, теперь я вот эти вот полоски отгибаю и огибаю эти края. И прячу хвостики. Строчку прокладываю с лицевой стороны молнии. Для того, чтобы не попасть на зубчики. Нижний изгиб должен быть чуть-чуть шире, чем верхний изгиб. Помогаю себе шильцем, чтобы нижняя ткань никуда не съехала. С лицевой стороны я проложила строчку черным цветом. У меня ее здесь не видно. А с изнаночной стороны я зафиксировала нижний край по сгибу. Точно так же буду сейчас обрабатывать второй край. Аккуратно обработанные края молнии. Складываю деталь ручки пополам. И прокладываю строчку на расстоянии 1 см от края, оставляя отверстие для выворачивания. Здесь припуск я не срезаю, для того, чтобы удобнее было соединить и закрыть отверстие. Ручку нужно проутюжить и закрыть отверстие. Смотрите, я сейчас закрою отверстие, проложу строчку по всему периметру и далее простегаю эту ручку несколько раз. Ручка готова. Сейчас я буду пришивать к внешней стороне сумочки. Прикладываю к внешней стороне сумки, где-то посередине. Сделаю две параллельные строчки, по две. С этой стороны и с этой стороны. Ручка готова. Проверяю. Ручка у меня вот такая, интересная. Далее я пришивать буду сейчас молнию. У молнии и у деталей нужно найти середину. То есть таким вот образом еще проверяю центровку. Молния у нас должна быть меньше, чем основная деталь. Хотя бы один-полтора сантиметра от края должна. Дальше на подкладе также мы найдем середину. Совмещаю, значит, лицевые стороны внешней стороны сумки и молнии. Чтобы сэкономить время, одновременно пришьем и подклад. И сейчас я проложу строчку на один сантиметр от края. Таким образом зафиксирую все слои. Лапку я буду использовать специальную для вшивания молнии. Сейчас я ее поменяю. Иголку сдвигаю в максимально левое положение. И начинаю шить от начала края. Давайте мы сейчас пришьем вторую половину и подклада, и вторую половину сумочки. Совмещаем центральные отметки на молнии и на второй стороне. Складываю лицевыми сторонами внутрь. Вторую половинку также накладываю. Сначала центральные отметки совмещаю. Далее иду к краям. Прокладываю строчку. Сейчас нам это нужно проутюжить. Далее с внешней стороны сумочки прокладываю строчку 0,5 см от молнии. Все, припуски я зафиксировала. Далее отворачиваю подклад и стороны сумочки. Складываю их лицевыми сторонами внутрь. Выравниваю края. Совмещаю швы в этом месте. Вот таким вот образом совмещаю. Отверстие для выворачивания можно оставлять сбоку, либо на донышке. Теперь я прокладываю строчку на 1 см от края. В этом месте утолщение. Поэтому аккуратно, аккуратно, тихонечко продвигайте полотно, чтобы у нас стежки все получились. Немножечко вот так можно примять шилом. На экране вы видите QR-код, по которому вы можете поддержать канал любой суммой. Буду очень благодарна. Далее, смотрите, сейчас я срежу уголочки, чтобы при выворачивании у нас были аккуратные, более аккуратные уголки. Из-за того, что наполнитель плотный и он простеган, поэтому конструкция немножко жесткая получается. И, соответственно, выворачивать немножечко сложнее. Вот такая сумочка-клач у меня получилась с кармашком для мелочи. И основной отдел достаточно большой, чтобы сложить какие-то свои дамские штучки. Материалы для этого и других изделий вы можете приобрести в магазине Миршитьяна Бауманской, 32. А с промокодом НИНА20 вы получаете еще скидку 20% на материалы и аксессуары и 5% на швейную технику. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. А на этом все. Увидимся в следующих мастер-классах. С вами была Нина Соснина. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok